Каждый второй мечтает открыть свой бизнес, но как решиться сделать шаг в неизвестное и как развить предпринимательское мышление? Ответы на эти вопросы непременно найдут участники четвертого сезона телевизионного реалити-шоу «Фабрика бизнес-идей». Проект с предпринимательским содержанием «Центр мой бизнес» уже помог воплотить в жизнь сотни бизнес-идей алтайской молодежи. Подробнее о них, а также об особенностях очередного сезона расскажет координатор проекта Евгения Еремушкина. Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте. Ну что, давайте сразу с места в карьер. Каких идей лично вы и «Фабрика» ждете? На что сегодня запрос? Мы ждем идей интересных в первую очередь и тех, которые впоследствии могли бы перерасти в реальный бизнес. За три сезона «Фабрики» мы, конечно, можем говорить о том, что идеи очень разные, они очень интересные. Здорово то, что молодежь смотрит совершенно по-новому вообще на возможности монетизации каких-то товаров и услуг. Иногда зачастую мы не видим этих возможностей, а они проекты создают совершенно инновационные. Но, повторюсь, было бы здорово, если бы проекты были все-таки более или менее реализованы вот в реалиях Алтайского края. То есть хотелось бы, чтобы что-то полезное получилось из этих проектов, и чтобы ребята нашли себя профессионально, в том числе, вот в рамках реализации этого проекта. Надо сказать вообще, что «Фабрика бизнес-идей» проект, он же развивается благодаря реализации в Алтайском крае национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы. А там же философия какая? Поддержать бизнес на любом его этапе, от старта и до выхода на внешний рынок. Вот «Простарт» — это как раз проект «Фабрика бизнес-идей». Поэтому, конечно, любые проекты и в сфере производства, в сфере услуг, инновационные проекты, информационные технологии, я уверена, что будут в этот раз, конечно. Экологическая тема постоянно представлена. Экопродукция, экологический подход, бережливое производство — вот это все тоже есть. Здорово, что мышление у молодежи, оно такое, ну вот правильное, оно всегда на шаг вперед. Вот это здорово. Но, конечно, мы ждем таких всяких разных и фантазийных идей в том числе, но, повторюсь, с практическим компонентом, чтобы реализовать их потом все-таки. Из проектов прошлых сезонов какие бы вы отметили? Разные, очень разные тоже проекты. Ну, наверное, сейчас больше всего у меня на память приходят проекты 2022 года, потому что они больше так вот, что называется, совсем недавно еще, да, мы с ними работали. Ну, вот, например, на сегодняшний день развивается, даже переориентировалась, так, на более широкий формат, ну, школа свободного развития, например, Пеппи Леота, Наталья Корпешкина у нас была девочка, которая вот вообще проект подавала, нацеленный именно на развитие девочек только, то есть там такой гендерный принцип был. Вот, но сейчас они пошли шире, они переименовались, они там расширяют штат, вот мы держим связь, это приятно. Были проекты по производству, например, инновационных светильников для теплиц, то есть такого промышленного направления тоже в данный момент пока проект, ну, он развивается, но я так поняла, что в конце года вот мы с руководителем проекта связывались, они будут вот тоже, вот, как сказать, по-новому его, ну, перестраивать, ну, то есть идет вот какое-то такое развитие. Ну, самый первый наш выпускник фабрики 2020 года, Даниил Рубцов, основал роллер-школу в Барнауле, она продолжает работать, у него классика сейчас уже по, так сказать, стадиям развития бизнеса, он сейчас уже, ну, поменял команду, он перестраивает бизнес-процессы, ищет маркетолога для того, чтобы, ну, вот внедрять новые методы продвижения. Мне приятно, что он молодец, он постоянно находится, ну, скажем так, в нашем информационном поле, он, например, будет участвовать в федеральной образовательной программе «Азбука предпринимателя», то есть там тоже основа предпринимательства постоянно развивается. Ну, в общем, мы стараемся в поле зрения держать, конечно, наших выпускников. Есть проекты, которые просто жили внутри, вот, только вот пожили внутри проекта, так скажем, внутри фабрики, да, и на этом закончили свою жизнь. Ну, тоже хорошо, это тоже был опыт. Есть, которые идут дальше, то есть мы, конечно, радуемся всегда, когда такое возможно. Кто может принять участие вот в новой фабрике, как это можно сделать и на сколько заявок вы рассчитываете? Проект «Фабрика бизнес-идей для молодежи» у нас широкий возрастной диапазон, от 14 до 35 лет у нас участники, и в этой связи у нас есть такие условные две категории, это вот как раз школьники старших классов от 14 до 17, и, собственно, от 18 до 35, это уже такие более взрослые конкурсанты. Очень легко принять участие, у нас есть сайт «Фабрика бизнес-идей», там есть кнопка «Подать заявку». В этот раз мы разработали шаблон самой заявки, ну, описание самой бизнес-идеи, которая ребятам поможет более структурированно свою заявку подать и оценочной комиссии вникнуть вот в суть этой заявки. Вот, и, собственно, ну, мы вот с 15 сентября уже начинаем принимать эти заявки, до конца октября времени достаточно, сейчас начинается самый активный период. Так что, пожалуйста, заявляйтесь. А вот изменится ли что-то в плане содержания проекта? Вот что ждет участников? Какие-то, может быть, новые форматы, встречи? Постоянным таким меняющимся, скажем так, компонентом внутри проекта это люди, которые помогают нашим начинающим предпринимателям, нашим конкурсантам вот этот предпринимательский путь идти. Но есть вот компоненты неизменные, собственно, поэтому проект устойчивый, поэтому он продолжает жить. То есть вот, ну, есть какие-то базовые этапы, да, которые остаются неизменными, там, отбор заявок, обязательно внутри проекта есть экспресс-курс по предпринимательству, бережливый стартап. Обязательным компонентом является взаимодействие с наставниками и ряд других форматов. Но содержание, скажем так, вот оно может меняться в каком плане? Это может быть деловая игра, например, для всех по переговорам или по выявлению лидерских качеств, или еще какой-то тематики, или там на сплочение, на командообразование. Вот здесь вот уже есть свобода, так скажем, вариации какие-то, да, вот здесь могут быть новые какие-то моменты. Ну и, повторюсь, лица, люди, которые постоянно входят в проект и вот на протяжении всего этого проекта работают с нашими ребятами, это, ну, чаще всего новые люди. Вот это самый главный новый компонент, пожалуй. А вот какие из навыков будут отработаны во время реалити-шоу и вот по опыту уже прошлых проектов? На что в первую очередь нужно обратить внимание, делать упор, чтобы развить вот это самое необходимое предпринимательское мышление? Очень хороший курс по предпринимательству, вот бережливая стартапа, о котором я уже сказала, он, ну, такая пошаговая инструкция, как вообще человеку мягко, скажем, войти вот в эту сферу под названием бизнес. Там будет обязательно генерация бизнес-идеи, то есть они, вот, в принципе, группа с этого и начинает вместе с тренерами опытными, с действующими предпринимателями. У нас есть как минимум два спикера, которые постоянно работают вот в течение 12 дней в рамках этого курса с командами. Есть и живой формат, онлайн формат, ну, то есть тоже максимально стараемся, чтобы было всем удобно. Они будут анализировать конкурентов на рынке, естественно, они будут искать собственную бизнес-нишу, они будут смотреть, где есть их целевая аудитория, как с ней работать, как формировать уникальное торговое предложение. Есть внутри этого курса разработка MVP, то есть минимально жизнеспособного продукта, когда ты выводишь товар или услугу на рынок, и ты смотришь, есть ли на нее спрос без особых финансовых, там, репутационных потерь. То есть вот это как раз есть бережливость, вот некая такая мягкие условия вхождения на рынок, это вот как раз про MVP. Вот это все они будут, ребята, делать. Ну, плюс, конечно, навык переговоров, навык общения, навык быстрых, емких и таких цельных самопрезентаций. Это сейчас вообще в любой сфере востребовано. Ну и надо не забывать о том, что этот проект телевизионный, там же еще ребята участвуют в телеформате, они просто смотрят, как выплетается ткань телевизионного шоу. То есть они учатся работать с камерой, на камеру, как это лучше сказать. Вообще, конечно, проект, вот я сколько замечаю, он очень меняет людей. То есть они приходят, точнее так, проект по окончанию дает нам более уверенных в себе людей, они больше улыбаются, они больше общаются. Если поначалу они немножко стесняются там выходить, давать комментарии, например, журналистам, то потом в конце это уже просто надо в очередь становиться, кто пойдет первым. Вот это тоже навык. Но это очень нужно в 21 веке, потому что такая публичность, что ли, да, и, в общем-то, умение себя представлять, но это те навыки. Тот самый эмоциональный интеллект, те самые soft skills, которые, конечно, молодежи очень нужны сейчас. Кто-то будет поддерживать участников на протяжении проекта? Конечно, конечно, это наши менторы, наставники, это действующие предприниматели преимущественно, конечно. Почему? Потому что вот это один из главных компонентов проекта, то есть мы соединяем вот, так скажем, начинающих предпринимателей с теми, кто уже достиг успехов в этой сфере. И у нас из года в год команда менторов меняется и молодеет лицо наших менторов на самом деле. Ну, там поначалу есть постоянные менторы, есть, которые приходят вот из проекта, то есть впервые в проект. Но среди таковых можно отметить и Евгению Буглакову, и Татьяну Филидову, Олега Шелудякова. Ну, из самых молодых предпринимателей, наверное, это Влад Быков, который был в прошлом году у нас тоже наставником. Вот это, конечно, то самое ценное сопровождение, которое ребята получают, вот то самое от человека к человеку. Когда можно задать вопросы, когда нет глупых вопросов и неправильных ответов, когда можно сесть и разобрать цифры, сказать, вот здесь у меня не получается, как это было у тебя. Ну, вот, да, поэтому менторы – это наша, конечно, сердцевина, самая большая гордость проекта. Каким образом будут отбирать лучшие проекты? То есть во сколько этапов, по каким критериям, ну и главное, о суде и кто? Да, у нас сформирована уже сейчас конкурсная комиссия, так называемая, конечно, поскольку это проект центра «Мой бизнес», туда преимущественно входят сотрудники центра, потому что у нас внутри тоже пять ключевых направлений есть, и есть высококлассные специалисты, которые способны любые заявки оценить. Конечно, туда и председатель оргкомитета входит наш руководитель центра «Мой бизнес» Антон Валерьевич Слободчиков. Есть приглашенные предприниматели действующие, которые действительно по заявке могут определить уже некий потенциал этого проекта. Наша цель после этой заявочной кампании – отобрать 150 проектов, которые дальше пойдут на обучение, вот, которые пройдут этот экспресс-курс по предпринимательству. И там очень простые вещи, мы поняли, что в этом году, вот, кстати, про нововведения, мы поняли, что надо просто, ну, это же молодежь, надо отслеживать посещаемость, выполнение домашних заданий, чтобы они не пропускали, да, ну, потому что на самом деле нет смысла тогда заходить в проект, если там начнешь пропускать теоретическую вот эту базовую часть. Ну, в общем, по итогам этого обучения и по рекомендациям вот экспертов, которые этот курс ведут, мы в итоге выявим вот таким образом 50 самых сильных, самых жизнеспособных, конкурентоспособных и, в конце концов, ярких и интересных бизнес-идей. Вот эти 50 будут сражаться потом до суперфинала. В суперфинал выходят 15, как правило, проектов. А что ждет суперфиналистов? Вот какие перед ними перспективы открываются? Мне кажется, в первую очередь это, ну, кроме всех вот плюсов, которые мы уже обозначили, да, вот там образовательных и прочих остальных, это, конечно, победа над собой еще. Потому что, ну, вот проще вообще нигде не участвовать, ничего не делать и там, ну, вот, как бы думать, что все нормально идет. На самом деле это возможность проявить себя совершенно в новой сфере. Это вот, не знаете, кажется даже, что фабрика бизнес-идей – это такой хороший, имеет такой профориентационный вектор для молодежи, потому что мы им даем возможность мягко войти вот в предпринимательскую среду, в игровом формате, безусловно. Но они могут очень вот в таком коротком промежутке времени с большим количеством таких же ребят, как они, поиграть, ну, и прям подумать, помыслить о том, что такое предпринимательство. И если кто-то из них потом станет настоящим предпринимателем, пусть это будет, там, 10-5%, для нас это будет уже победа, конечно. Кто-то скажет, что никогда не пойдет в предпринимательство, и это тоже результат, и это тоже нормально. То есть мы им предлагаем предпринимательство как сферу своей, ну, профессиональной применимости, можно даже так сказать, наверное. Ну, самое главное, я не сказала, это я все больше про философию, у них будут денежные призы. Ну, конечно, у нас есть призовой фонд. У нас, как я уже сказала, поскольку две таких вот категории, да, по возрасту, у нас будет три победителя среди младших наших участников, да, и трое из тех, кто постарше уже. Ну, то есть получается вот шесть победителей, каждый из них получит определенный денежный приз. Ну, и, естественно, рекомендации, там, дальнейшее сопровождение. Мы всегда, ребят, этих дальше там держим в поле зрения, поддержка центра «Мой бизнес», образовательные мероприятия, мы их всегда приглашаем. Ну, то есть стараемся их не бросать. То есть, конечно, ну, это же наши подопечные получаются теперь. Ну, и резюмируя, очень кратко, лаконично, подчеркните, почему все-таки важно делать шаг в неизвестное и принимать участие в фабрике бизнес-идей? Ну, делая шаг в неизвестное, следующим шагом это уже будет, ну, по сути, шаг в известное, да. На самом деле всегда нужно давать себе шанс заниматься чем-то новым. Это потребует времени, это потребует концентрации, внимания, некого усилия. У кого-то, возможно, возникнет какое-то сопротивление. Ну, это 100% даст больше знаний, навыков, уверенности в себе, 100%. Плюс это команда единомышленников, ну, это ребята, ребята живут у нас в проекте два месяца практически, в очень тесном взаимодействии. Это 100% всякие полезные знакомства. Ну, это вообще-то знаменитость. О них узнает целый весь Алтайский край, да, вот благодаря телевизионному формату. Это вызов самому себе, и здорово принять этот вызов и сказать, что вообще как здорово, что я туда пошел, почему я про это не знал раньше. Ну, вот, наверное, как-то так. Спасибо большое за ваши ответы. А я напомню, что об особенностях очередного сезона «Фабрики бизнес-идей» мы сегодня разговаривали с координатором проекта Евгенией Еремушкиной. До свидания.